Здарова! Сегодня у нас супер необычный велосипед на обзоре. Это Schwinn Deluxe Classic 7. Самый, наверное, запоминающийся круизер в линейке велосипедов Schwinn. Он выпускается в таком вот примерном виде, практически без изменений, с 1955 года. Короче, такая живая классика. Здесь есть и вилка Springer, и фонарь на переднем крыле, и огромный багажник. Какие-то огромные крылья. Ну, в общем, это настоящий круизер, который не меняется уже полвека, и тем самым он так хорош. Нестареющая классика, которая не становится хуже. Чаще всего стимулом для покупки велосипедов Schwinn для дам является вот это вот огромное сиденье. Ну и для мужиков тоже, потому что как же, как же мы на такой маленькой жердочке будем далеко ехать, да мы же себе натрем. В общем, здесь реально диван установлен на огромных пружинах, как на мотоцикле двойные пружины, широченные, как на настоящем байке сиденье с заклепками сзади, с надписью S, что значит, Schwinn, которая уместит на себя любую пятую точку и сделает ей приятно и комфортно. Она каждую кочку отрабатывает на все сто процентов. Вы прям как будто бы сидите на пружинном диване, покачивайтесь на волнах. В общем, очень круто. Спереди у нас здесь в раме такой стилизованный подбак. Ну, чтобы вы думали, что это? Это сигнал погрузчика. Ну или если вы вдруг сдаете задницы на огромной машине. Ну, на самом деле, это просто сигнал. Мерзкий такой, да, но зато заметный. Спереди у нас вилка Springer супер необычная штука для велосипедов. Чаще она встречается гораздо на мотоциклах. Все велики Schwinn они стилизованы под мотики старые, поэтому здесь она смотрится особенно аутентично и функционирует, надо сказать, очень классно. Я катался на таком велосипеде, у меня когда-то был, по-моему, просто он Schwinn Deluxe назывался. Здесь еще красная пружина была. Катался на нем супер классно, супер комфортно отрабатывает с неровностью. Отличная штука. На переднем крыле у нас есть фонарик, чтобы в ночное время суток вам не нужно было довешивать ничего на руль. В оригинальной версии он работал от Динамо-машины. Сейчас же здесь он функционирует от четырех батареек ААА. Здесь есть надпись Schwinn. В общем, ничего лишнего, что может навредить стилю данного велосипеда. Естественно, покрышки с white wall, то бишь с белыми бортами такими, чтобы приблизить вид этого велосипеда к мотоциклу, кассирейсеру из шестидесятых годов. На этой велике установлено настолько широкие крылья, что они, наверное, раза в два перекрывают по толщине сами покрышки на white wall, что, наверное, даже в самый лютый ливень снизу вы точно будете сухими. Насчет верха я вам не обещаю. С этой стороны бак у нас имеет только надпись Schwinn. Это все такое выпуклое, трогательное, гладительное. Чтобы добавить массивности передней части, Schwinn сделали защиту цепи гораздо длиннее, нежели само расположение каретки. И у вас получается такая снизу, как будто бы торпеда, как будто бы там что-то много навернуто. В общем, это именно стильная деталь, не несущая особо функционал вот эта часть. Здесь, конечно, защищает вас от попадания штанов в цепь, но вот эта часть, она исключительно имеет эстетический эффект. Система здесь стандартная для Schwinn кочерга. Неубиваемая, неубиенная, вечная, неизменная. И вот такая вот стильная хромированная подножка. Звезда, кстати, тоже стильная. И вот с этой стороны видно, насколько больше вот эта фальш-панель выезжает за звезду только в угоду стилю. А быта здесь тоже хромированная. Ну и сзади технический венок данного велосипеда, то есть семискоростная планетарная втулка Shimano. Семь скоростей, они все спрятаны в большой втулке со встроенным задним тормозом. Эта втулка решает несколько вопросов. Она не только добавляет функциональности велосипеда, вы без проблем заезжаете там на холмы в городе или еще какие-то там препятствия. Вы забываете про обслуживание задней втулки, забываете про обслуживание трансмиссии в принципе, потому что вам только нужно смазывать цепь вовремя. Ну и все. То есть это практически вечная штука. И эти семь скоростей это то, из-за чего велик стоит чуть дороже, чем аналоги, потому что семискоростная планетарка реально денег стоит. Багажник здесь супер мощный. Таких багажников, кстати, еще никогда не видел, потому что, мне кажется, на нем можно двух детей везти. Не особо парится, хотя они указывают, что всего 10 килограмм нагрузка удерживает, но выглядит он на все 100. Если ваша девушка похожа на пинап модели с 60-х, вы фанатеете селвиса и вам захотелось купить себе велосипед для передвижения по набережной, то данный велик, он прям для вас. И спрингер, и функционал семискоростной планетарки. И в ночное время с этим фонарем будет удобно ехать по городу. Так что вы точно станете иконой стиля. Ну а по промокоду видеоблог вы, как всегда, получите дополнительную скидку в 10%. Либо, если скажете нашему продавцу на кассе, либо ведете в специальной форме на нашем сайте. Не забывайте об этом и приходите за швенами. Редактор субтитров А.Семкин